7 сестер интересно что так во многих англоязычных туристических гидах называют группу из семи небоскребов в москве они же сталинские высотки построены они в последние годы правления иосифа сталина с 1947 по 1953 они были разработаны чтобы конкурировать с небоскребами в крупных западных городах их архитектурный стиль стал характерным для советского периода эти здания являются знаковыми символами городского пейзажа москвы какие же здания включают 7 высоток министерство иностранных дел здание является административным офисом международной дипломатии россии центральная часть здания состоит из 27 этажей а ее высота 172 метра здание мид является единственной из семи высоток чей шпиль не увенчан пятиконечной звездой если посмотреть на мид со стороны то можно заметить что здание разного цвета верхняя часть небоскреба светлее нижней почему все просто в ходе реконструкции шпиля часть фасада отмыли от копоти и грязи а светлый оттенок здания исконный цвет мб самый высокий из семи сестер высота 183 метра со шпилем 235 метров этажность центрального корпуса 36 этажей это самое высокое учебное заведение в мире в главном здании московского государственного университета находится несколько факультетов и ректорат дом на кудринской площади это было последнее здание из семи высоток которая использовалась как жилой дом для советской элиты его высота 160 метров этажность 22 этажа полной мере замысел архитектора этого здания не был реализован из-за смерти сталина архитектор михаил пасохин предлагал создать на площади единый архитектурный комплекс чтобы высотку опоясывала цепь многоэтажных зданий в стиле сталинский ампир после прихода к власти никиты хрущева в ноябре 1954 года советское правительство осудило высокие затраты на возведение небоскребов и так называемое украшательство из-за незавершенности общей композиции площади современники отмечали что высотному зданию тесно в окружении переулков и деревянных домишек которые разбросаны на подступах к зданию богатырю гостиница украина ныне известная как гостиница редисон роял это одна из самых роскошных гостиниц москвы кстати изначально гостиница должна была называться по-другому дорога мил овская а всем привычное название украина ей присвоил уже генсек никита хрущев общая площадь здания украины более 88 тысяч квадратных метров высота 206 метров включая 73 метровый шпиль наружный декор отличается использованием советской символики звезды серпы молотые обрамления венками со временем политический пафос ушел а сентиментальное напоминание об ушедшей эпохи осталось и еще одна высотка и еще одна гостиница это хилтон ленинградская до хилтон москву ленинградская самое маленькое здание из 7 высоток высота 136 метров этажность 26 этажей по первоначальному проекту здесь существовали 349 номеров от однокроватных 12 метровых номерков до трехкомнатных люксов советский период гостиницы ленинградская принадлежала к числу лучших в стране интересно что во время реконструкции в начале 2000-х бывшая бомбоубежище в подвалах гостиницы переделали под что правильно фитнес-центр с бассейном и спа-салоном здание на котельнической набережной этот небоскреб изначально спроектированный для советских деятелей культуры и сейчас служит жилым домом его высота 176 метров количество этажей 32 в разное время в этом здании жили нона мордюкова фаина раневская писатель константин паустовский поэты александр твардовский андрей вознесенский евгений евтушенко и роберт рождественский сейчас здесь есть квартира у дмитрия нагиева ефима шифрина а игорю шувалову здесь принадлежит весь 14 этаж административное здание красные ворота в этом небоскребе находится различные административные коммерческие офисы он известен своим характерным розовато-белым экстерьером высота небоскреба 138 метров количество этажей 24 здание уникально еще и тем что прям в нем расположена одноименная станция метро примечательно что до 1940-х годов советские строители преимущественно возводили малоэтажные здания из кирпича значительная часть работ выполнялась без использования машин в москве к концу 1945 года в распоряжении города было лишь 26 подъемных кранов 55 экскаваторов и 40 самосвалов для создания высоток требовалось как мощное оборудование так и новые материалы 7 небоскребов предполагалось построить из монолитного железобетона с использованием готовых плит для этого были созданы специальные заводы железобетонных конструкций при возведении высоток на площадях комсомольской и восстания использовалось новое для страны оборудования бетононасосы способные перекачивать свежий раствор на высоту до 40 метров был разработан специальный башенный кран который мог поднимать плиты весом до 5 тонн в этих семи высотках смешаны стиле русского барокко и готики являющиеся определяющей чертой горизонта москвы представляя величественную и единую эстетику в самом сердце российской столицы эти семь высоток похожие и такие разные настоящие символы советской эпохи заложенные в один день они стали признаком возрождения страны и ответом на подобные проекты западных стран ребята по статистике мои видеоролики 90 процентов зрителей смотрит без подписки если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал так вы чаще будете видеть подобный контент и обязательно пишите в комментариях на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи на которых снимаем выпуски ставим лайк подписываемся пишем тему я вам также обещаю что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки которые мы будем дарить вам в следующих выпусках